Всем привет, друзья! Ну вот, сегодня у нас великий праздник, День Победы. Всех с этим праздником поздравляем. Ну вот. Ну, такой праздник, да, со слезами на глазах. Все равно у всех есть что вспомнить. Родственники есть, которые участвовали, ну, по крайней мере, я так думаю, что еще как бы... Ну, допустим, я еще помню, да, живым моего деда, который участвовал в войне, да, то есть еще наше поколение, так сказать, есть. Помним мы этих родственников, которые были непосредственными участниками войны Великой Отечественной. Вот, поэтому вспоминаем, кто пришел, кто не пришел, кто раненый пришел. Вот. Ну, сейчас, конечно, уже почти все ветераны, они уже умерли. Ну, вот, смотрела я сегодня ролики, есть, конечно, 100-летние люди, которые еще живут, вот такой долгий век у них. Некоторые даже умудряются ведь не только в своем уме быть, но еще и рассуждать, и песни петь, и танцевать, в общем, потрясающе, конечно, но это вот редкий случай, такие вот долгожители, которым уже сто лет, да, людям этим. Ну, есть еще. Ну, у нас что, какие новости? У нас дождь. Дождь сегодня, погода пасмурная, дождливая. На улице плюс 6 градусов. Ночью обещают опять минус 1 заморозка, ну, в общем, не знаю, посмотрим, буду я что-то делать. Сегодня нет в огороде, но дома уже кое-что поделать. Сейчас без пяти уже, 10, Матвей говорит, пошли парад смотреть. Сейчас будет парад, будем по телевизору смотреть. А успели мы уже многое, на самом деле, мы уже сделали окрошку вкусную. Сейчас я вам покажу. Вот она какая. Уже доели, скажите, что там мало окрошки. Потому что уже все поели, друзья, все взрослые окрошку ели, и Матвей тоже поел. А ребятишки, конечно, не будут. Им приготовили их любимое блюдо. Сами знаете, какой пельмешки. Пельмешки им уже на сковородке затушила. Я все, сейчас придут, поедят. Ну, они спят еще, Ефим с Фадеем. Вот, потом я сделала вот такую им вкусняшку сегодня. Запеканочка творожная. Давненько не делала, на самом деле. Жалко, нет сгущёнки. Забыла купить сгущёнку. Сама сгущёнку тоже сто лет не варила, и как бы это заморачиваться не буду. Ну, ладно. Можно так поесть, тоже вкусно будет. Он слышит уже парад. Пойду я смотреть. Матвей зовёт. Мы с ним сейчас сидели, пока он ел, прослушивали тоже некоторые парад. Иду, иду! Парад в Свердловске. Ага, ага, парад у нас в Екатеринбурге. Ладно, интересно. Иду, иду. Показываем парад в Свердловске. В Свердловске, говорят, понятно. Не в Екатеринбурге, говорят в Свердловске. Пошла смотреть, в общем. С праздником вас. Так, друзья, сегодня нам Фадей сыграет свой маленький концерт с военными произведениями. Вот, давайте его послушаем. Он вас поздравляет с 9 мая тоже. Свердловске. Свердловске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну всё, так всё Так что вот так Ну ладно Сыграли мы Кстати говоря, вот эти военные песни Надо сказать, они, конечно, самые Такие, что ни на есть душевные Мелодии такие у них, да За душу берущие Ну вот даже, казалось бы, да Ребёнок современный И он, считай, первыми Первыми песнями Именно его репертуаром стали военные песни Не зря, да Потому что вот от души, видимо, были написаны С чувством Вот Ну вот так вот Не весело, конечно, репертуар он сыграл Но то, что у него хорошо получается Выбирает и старается играть На зрителя, конечно, лучшие свои Произведения, а так, кто не знает Фадей у нас всего-навсего год С небольшим самоучкой учится На баяне играет Вот, я считаю, у него хорошо Получается Хоть он иногда Говорит, что Не так у него получается Как хотелось бы Но Нет, я считаю Прям просто отличный Для самоучки Это прямо Очень Очень даже Достойно Это объективное Моё мнение, да Я считаю Это объективное Говорю Не субъективно Вот Ну ладно Что ж У нас парад идёт Сейчас парад смотрим Потихонечку В Москве теперь смотрим Смотрели в Екатеринбурге Сейчас Смотрим уже в Москве Ну вот Маленько вышли А я сидела Пока я в Екатеринбурге Парад шёл Я успела Погладила Наконец-то У меня Глажка Видите, я сушилкой-то сушу А там рубахи Вот такое Всё Даже Матвеевну выпускную Рубаху сейчас прогладила Тоже Ну в общем Такие вещи Которые надо Всё-таки гладить Которые сушилка Не справляется С иглажкой Так скажем Так что Зря время не теряла Успела Ох Да Видите Сколько у неё цветочков Хочется всех высадить И что-то побаиваюсь Дед говорит Аж Минус три будет сегодня Ночью не знаю Что делать буду Посмотрим Сейчас рыбок Ещё накормлю Раз уж сюда пришли Вот у нас Видите Сборник ЕГЭ Лежит По-русскому Готовимся Усиленно Каждый вечер Каждый вечер С восьми часов До полдесятого Мы с Маквеем Всё Делаем Делаем Этот русский Вроде как Уже хорошо делаем Я говорю Лишь бы только На экзамене Не стушеваться Не Это самое Не запаниковать И так Всё должно быть нормально Ну и что Ждёте кушать Да Ждёте кушать Я сейчас Насос-то у них Выключала Абхадей пока играл Чтобы не мешала Музыка Давайте Ещё чуть-чуть Ой Чё-то у меня Щепотки-то маленькие Давайте Ешьте Ешьте Рыбки Ешьте Туда Соскребу И сейчас Воздух Воздух Включу А то Уйду А не Без воздуха Будет Надо Воду Добавлять Уже Видите Носов Стал Выше Бить Но всё равно Воздух Пузырьки Идут Ладно Пошли Дальше Так Ну что Друзья Я вышла Наконец На улицу Открыла Теплицы Потому что Что-то солнышко У нас вышло Смотрите Какое небо Стало Голубое Голубое Поэтому Тепличку Открыла Ой Вот эти Теплички Мне нравятся Помидорки Чуть побольше Чем там Там всё-таки Они Немножечко Больше хлорозят Мне так кажется Не знаю Почему А может Просто кажется Там может быть Свет по-другому Падает Кажется Так Да Вот А здесь Вроде бы Они Это Повеселее Повеселее Ну вот Это у меня Ещё не высажены Это вот В новую Тепличку Стоят Не знаю Как А вот это Вот уже Посмотрите Ну красавчики Видите Ну красавчики Ну посмотрите На них Молодцы Молодцы Это знаете Какой у нас Сорт Это у нас Ай Сейчас скажу Попробуй Найди Называется Где свеженький Так 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 А это у меня Похоже Экспериментальный Да Это похоже Экспериментальный У меня Да Помидор У него номер К2309 От Лагут Никитов Ну красавчик Ничего не скажешь Вот Вот это у меня Пересорт Загадка Это по-моему От Ани Вот Так Это у меня Тетерийный Помидорчик Красный Крупный Это Соседка Мне давала Семена Взять Так 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 Сейчас Еще какой-нибудь Интересный Найду Это вот Называется Сейчас Югославский Крынкович Вот такой Вот Немножко У него Чита листики Сохнут Нижние И тут тоже Ну может От холода Не знаю Посмотрим Этот тоже Товарищ Смотрите Весь Исцвелся Весь Это у нас Кто такой Ты кто Это Каспер Называется Каспер Вот Пока даже Не помню Чей он В общем Вот так Стоят У меня Есть Некоторые Которые Были При посадке Сломаны Ну Их Два Штуки В частности Вот этот Товарищ По-моему Да Секрет Альфирова Видно Да Что Маленько Болеет Потому что Он Обломился Почти Прямо Полностью Я его Потом Обратно Так Сложила И вроде Как Это Может На солнышке Стоит Просто Сейчас Завел Не знаю Парить Надо Маленько Вот Есть Такие Товарищи Которым Я дала Шанс Не стала Уж Сразу Выкидывать И заменять Другими Вот Такие Есть Ну Смотрите Эта полоса Конечно На свету Более Более Они Приспустили Листики Это У нас Кто Такой Тоже С цветочком Уже Это у нас Лифтен Йеллоу Называется Лифтен Йеллоу Какой-то Желтый Помидор Видимо Так что Вот так Потихоньку Потихоньку Будем расти Сегодня Переживем Холодную Ночку Завтра Еще Переживем У меня Начали Сходить Хосты Я их Видите Стульями Загородила Потому что Мальчишки Сейчас Носятся Не видят Что они Там Есть С бревнами Ходили Да все А они Вот Видите Вот Она Начинает Вылазить И там Тоже Большая Вылазит Под стулом Все Закрыла А то Не точно Мне их Поломает Вот Такие Дела Вишенка Еще Не Цветет Еще Не Цветет Ну И пусть Не цветет Пока Холода Стоят Не надо Цвести Вот Этот Абрикос Все жду Думаю Чухается Нет Но Видимо Нет Не Вижу Я Живого В нем Ничего Хотя Нет Вижу Вот Уже Увидела Вот Они Видите Не знаю Посмотрим Как Отойдет Но Очень Плохо Отходит Вообще Никак В том Году С Абрикосами Такие Дела А потом Что Еще Леша Сейчас У нас На шахматах Ведет Это Самый Турнир Сегодня У них Ко Дню Победы Вот И он Поэтому Уехал И Еще не Приехал А здесь Вот Это Самое Убрал Уже Землю Выбрал Видите Вот Где Он Вчера Доски Убрал И Уже На 20 Сантиметров Заглубился Уже Можно В принципе Растягивать Ниточки И Пробовать Фундаменты Укладывать Будем В общем Не знаю Как Кстати Интересная Вжимолость Как там Поживает У забора Сейчас Пройдем Посмотрим Вишни Вишни Так Разрослись Вот Она Жимолость И В принципе Я думаю Она Будет В порядке Видите Как она Высокая Она Уже Меня Видите Выше Меня Это Что По Два Метра Она Уже Ничего себе Кустики Да И Они Все Такие Кстати Все Такие Весь Ряд Высокие Ну Ладно Пускай Но Это Кусты Старые У меня Очень Старые Так Ты Папе Помогаешь Что Ли Папе Помогаешь Партизанка Ай Партизанка Ай Партизанка Ты Чего Там Такое Нанюхалась Чего Танюхнула И Бодрость Придала Ей Ой Смешно Так Я Сейчас Записывала Поздравления Для Учителей Ефим Сыграл Катюшу И отправила Его Классной Руководительнице Она Говорит Ничего себе Я Говорит Не думала Что он В музыкальную Школу Ходит Я Говорит Да нет Он Говорит Брат Говорю Учит Его Вот Потом Фадейной Учительнице Отправила Вот Матвеину Тоже Поздравили Фадей Там Играл Эту Славянку По-моему Вот Так Потихоньку Всех Учителей Поздравили Тоже Классных Конечно Надо Такой праздник Надо поздравлять Стараться Ну вот Потом Что я делаю Я делала Плов Матвейка Сейчас ест Сидит Плов Вот А я Сейчас Пришла И хочу Высадить Вот эту Петунью Мне Прям До боли Жалко На нее Смотреть У нее Корешки Уже Прям Некуда Расти Поэтому Я сейчас Вот эти Вазончики Почищу Лодку Тоже Надо чистить Даже Не Смотрите Я еще Вообще Ничего Не чистила Погода Не дает Что Сделать А вот Эти Вазончики Я Сейчас Вот Этого Старой Петунь Выдеру Потом Я Грунт Из них Высыплю Потому что Ну что Он уже Высосан Петунь Тоже Росли Я его Сейчас Просто Выкину Куда Нибудь Отнесу Где У меня Ямка Какая И новый Грунт Буду Набирать Наверное На грядках Возьму Где Вот Мы Вспыхали Там Хорошая Питательная Земля Там Перед мной Свежий Натаскан Был Все Вот И Буду Сажать Петунью Вот Смотрите Это у меня Колонны Мои Колонновидные Будут Цвести Нынче Вот эти Яблонька Будет цвести В том году Она тоже Была В этом году Больше Смотрю Цветочков У нее Будет Вот Грушу Карамельку Это Вот Эту Тоже Очень Жду Очень Вкусные Яблоки На ней Колонну Эту Тоже Пока Не очень Понятно Короче Погоду Они ждут Похоже Вот Сейчас Посмотрим Эти Яблоньки Как Себя Ведут Вот Этот Распускается И цветочки Будут Вот Они Пладушки Да Тут Мы ее Подпирали Упала Вся Подпора Надо Подправить Вот А вот Это Она Видимо Более Поздняя Что Но Тоже Видите Вот Это Цветочные Почки Такие Круглые Она В том Году Очень Плохо Вызрела Друзья Видите У нее Листья Не Отлетели Это Значит Она Плохо Приготовилась К зиме Я Вообще Боялась Что Она Вымерзнет Честно Это Сказать И у Нее Еще Очень Нехорошее Вот Там Внизу Морозобоины Есть И Как Питание Может Но 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 Она Живая Она Живая Это Самое Главное Это Значит Ее Вот Эта Тепличка И Вот Этот Заборчик И Ее Спасли Вот Это Моя Погрызанная Мышками Приходит В чувство Сливка Вот Вот Это У меня Замерзло Похоже А Нет Слушайте Начинает Отходить Точно Вот Эта Веточка Отходит Но Внизу Уже Распустились А Которая Вот Недавно Пришла Франц Иосиф Не знаю Слушайте Вот Видите В каком Состоянии Как Думаете Выживет Не Выживет Вот Дождь Была Даже Поливать Не Стало Потому Что Сильно Дождем Вот Видите Черешня Франц Иосиф Отойдет Не Отойдет Не Знаем Так Ну Это Вроде В порядке Отходит Потихоньку Это Вот Моя Черешня Которую Я Хочу Чтобы Этот Франц Иосиф Опылял Она Прям Отлична У меня Смотрите Вот Это Прирост Того Года Видите Вот Он Вот Такой Вот Прям 30 Сантиметров И он Живой То есть Обычно То Варианской Розовой Называется Из Гаврища Я Заказывала Ее И она Мне Прям Радует Потому Что Она Не Вымерзает Ну Может Быть Опять То Что Теплица И То Что Забор И Как Бо Она В таком Уголке Видимо Ее Северные Ветра Не Бьют И Она Как Выживает Ладно Все Давайте Делами Маленько Позанимаюсь Пересажу Питуньку Потом Вам Покажу Что У меня Получилось Не Получилось Надеюсь Меня Никто Не Дернет Вот Кстати Цветут И Эти Зацветут И Эта Зацветет И Тут Еще Будут Видимо Открываться Кто Просто Мне Написал Что Вот Если Нарциссы Цвели То Как Б И Клубника Цвела Друзья Все Под Снегом У нас Было Понимаете То Даже Если У нас Клубника Цвела К примеру Она Тоже Под Снегом Нормально Пережила И Выжила Вот Так Что То Что Там Нарциссы Цветут И Значит Если Холодом Ударить То Они Погибнут Вместе С цветами У Клубники То Нет Не Гибнут Видите Потому Что Опять У Всех Своё Смотрю Есть Регионы Где Мороз Тоже Ударил Но Снега Не Было Это Проблема Но Опять Тоже Знаете Мороз Мороз Рознь Если Он Ударил На Два Часика Это Вообще Не Считается Потому Что По Сути Этот Холод Мороз Он Не Дошел До Земли И На Почве Замороз Не Было Как Бы По Воздуху Это Другое Дело Оно Как Не Так Страшно Для Растений Ладно Разболталась Пошла Я Высажу Сейчас Питунью Так Ну Что Друзья Я Уже Справилась С Питунь Смотрите Какая Красота Прям Ровно У меня Вот Этих 8 Возончиков Не Нашла Что Больше Не Знаю То ли Еще Они Где-то Стоят Но Я Их Не Вижу Но По Всему Огороду Прошла 8 Штук Собрала И У меня Как Раз 8 Питунь Джаконд Джаконда Которые Называются Вот Так Что Вот Так Пока Здесь Теплица Оставлю Сегодня Лутрасилом Этим Тканью Короче Накрою Тоненькой На всякий Случай Сегодня Что Минус Обещают Минус Один Ну Огурцам Я надеюсь Что Ничего Не будет Хотя Можно Конечно Их Тоже Какие Нибудь Баночки Поставить Да Не знаю Короче Сейчас Буду Смотреть Прогноз Еще Не решила Как Буду Утеплять Но Салат Лук У меня Здесь Прекрасно На парнике Выдерживали Как бы Любые Холода Будем Надеяться И огурцам Ничего Не будет У них Там Снизу Уже Греет Вот Ну А эти Можно Накинуть Маленько Так Алеша Сейчас Только Что Пришел Ест Сидит Тоже Наверное Отдохнет Да Будет Что Ни делать Степлиться Сегодня Пока Погодка Стоит Пока Дождя По крайней Мере Нет Ну Ладно Хочу Вот Эту Гриту Мне Надо Тут По углам Опять У меня Пырей Нарос Как Всегда В этих Коробах Я уже Жаловалась Что Это Неудачная Идея С Коробами Вот Не Перекопаешь Толком Поэтому Лезет И лезет Пырей Вот Уберу С углов Пырей А вот Этот Батун У меня Растет Тоже Его Нужно Маленько Это И У меня Батун Вот На той Гриде Которую Алеша Вчера Раз Делал Да То есть Там Молодой Батун Тоже Растет И Вот Отдельные Кустики Я Сейчас Выкопаю И Попробую Сюда На эту Гриду Ну В продолжении Наверное Сюда Между этими Посажу Потому Что Удобно Вышел Быстренько Лучок О Что Мы Ходим Голые Как будто Лето А А Ой Важный Давай В теплице Посиди Холодно Косынка-то мокрая Сейчас голова-то Застынет Ну ладно Пойду Попробую Покопаю Торнадо Наверное Возьму Ага Чтобы Борейт Достать У меня Кстати Пионы Встали Я такая Довольная По снегам Побывали Под снегом Зиму Испытали Но Ничего Молодцы Сиферопольские Пионы Вот они Смотрите Один Вот это Второй Сначала Помните Они у них Такие листья Вялые Висели Аж вниз И вот этот Вот самый Слабенький Был У него Вообще Как тряпочки Были Листики Ну ничего Восстановились Слава Богу Говорится Ой Что-то у меня Ветром Сегодня Все разметало Опять Все баночки Скляночки Все полетело Ветрюга Стоит Ну ладно Пойду дальше В общем Дело Делать Сейчас Торнадо Найду Так Вообще Что Видите Вот он Этот Прей Злосчастный Повытаскивала Там перекопала Все Вот этот угол Еще надо Обработать А сейчас главное Нам восстановить Гриду Там Доска Ушла Потому что Сгнила Вот эта Половинка И мы сейчас Землю уберем Попробуем ее Обратно сюда Полыш Где-нибудь Вот тут Забьем И чтобы Притянуть ее Хоть как-то А так Конечно Там гнилая Доска Я не знаю Получится Или нет Или она у нас Просто хряпнет Пополам Посмотрим Что получится Так что Вот так Вот ей правда Одеваться не хочется Но он закаляется С голыми ногами В шортиках Лето Конечно Такие дела Так Все С грядой Закончили Эти углы Тоже обработала Земельки Немножко Даже подсыпала Потому что По углам Почему-то Ну видимо Корни убрала Место заполнить Надо было чем-то Вот Вот этот вот Батун Я весь перенесла Это вот я на зелень В том году Посеяла летом На той гряде Которую мы вчера С Алешей разломали Короче Я его спасла Весь Вот Так Здесь видите Матвей как мог Соединил Ну гнилая Конечно доска Вот эта уже Совсем наполовину Видите Она сгнила Видно прям Вот Ну ладно На сезон этот Еще хватит Там разберемся В общем А это еще впереди Будем перекапывать Перелопачивать Добавлять Вроде бы Она пока не развалилась Но Тоже уже такая себе Вот Так что эти короба Они Либо надо железные покупать Либо Вообще не делать Потому что дерево Сейчас тоже дорогое стало Ладно Дерево Вот когда вот эти ставили Еще было более-менее цена А сейчас вот я думаю Новые с их короба Ставить Это вообще Дорого получится Уж лучше тогда Чуть-чуть Еще больше добавить На немножко И купить железные грядки Если на то пошло Если надо будет А так Может Без них обойдемся Вот отсюда я лук убирала Вот эту гряду Которую мы вчера сломали Деревяшки Кстати От нее Тоже не знаю Будем смотреть Или распиливать Уже на дровах Тоже гнили Или что Вот Ну мусор складываем Пока Сейчас Аляша придет Скажу ему Чтобы убрал Потому что я уже Что-то замерзла Пошла я домой Он еще не выходил Пусть он теперь Походит Поработает А вот Тут куча Да там куча Вообще мусор надо убрать Все Пошла чай пить Греться Теперь я уже наработалась Можно теперь уже С довольным видом Идти домой Сейчас еще Теплица я себе Прошла Закрыла Раз Плохую погодку Обещают ночью Сейчас еще Вот тут не степлиться Коврик Проложу У меня тут А Такой просто Обгрызок Коврика Тут просто щель Под ней дома Я вот так вот туда Эту щель Закрываю Так вот Все Видите Так чтобы не заходил Холод туда Вот А так тоже Когда этой щели нет Дверь плохо открывается А так хорошо Дверь открывается Потом летом Фу Ладно Пошла Домой Собаки Проверишь Дома не дома Вроде дома Должна быть Наверное Матвей Собор Так Ну что друзья У нас 8 доходит Уже все С молоком Разобрались Продали даже Большую часть Вот Сейчас Посудомойку Опять Фадей Достал Чистую Я заложила И опять У нас Полная Сейчас Опять будем Стирать Фадей Воду Неси У нас Она так И не набирает Воду Никак не доходит Руки ее Отремонтировать Ее надо Выдвигать Сюда Чистить Шланг Который Подает Воду От Извездки Лет Чего там Я не знаю Может сетка Забилась Короче Разбираться Не надо Но пока Вот так Вот Водичку Приносим Туда Заливаем И она У нас Начинает Работать А так Мигает Что и воды В ней нет Вот А я вам Сейчас Быстренько Покажу И попрощаюсь С вами Чеснок Высох Дай Пошел Шаль Не шумит Слышите Вот он Какой Аромат Руки Понюхаешь Так вкусно Пахнет Слушайте Я даже не ждал Что сушеный Чеснок Пахнет Приятней Чем Когда Он Сох Вот И все Подончики У меня Высохли Наконец Но я Смотрите Вчера Весь день Сушила И сегодня Весь день То есть Получается 24 часа Я сушила Этот чеснок Почему Потому что Таким толстым Слоем Достаточно Наложила Вот такие дела Ну ладно Все Давайте С вами Прощаюсь Сейчас Чеснок Разложу Посудомойку Запущу И В общем-то И все Будем отдыхать Бабушка Андрей Смотрит А не Отдыхать Еще пойду Я ведь печки Не хочу Мне надо Дойти В теплиц Печки Еще Сегодня Минус Один Обещает Страшновато Поэтому Хоть немножечко Да включу На всякий случай Вот Все Давайте До завтра Всем пока Пока Еще раз Праздников Продолжение следует